Я хотел бы ответить на вопросы, которые здесь поступили в президиум. Здесь задают вопрос, почему о создании партии «Акшел» узнали через прессу, а не через членов полисовета ГВК, доноса Баймена и других. Это первый вопрос. Я так понимаю, что этот вопрос волнует многих. Я коротко скажу позицию по этому поводу. Вот здесь Буржан Гиргалеев говорил, что в 1989 году было создано движение, и целью движения было закрыть Зипалатинский ядерный полигон. И здесь объединились все силы на тот момент. И если бы, наверное, в то время не было только одной компартии, то, наверное, все компартии, все движения работали бы над этой целью. Эта цель была, конечно, достигнута. Я хочу сказать, что над этой задачей работают все силы страны. Так вот, если говорить о движении ГВК, это тоже такое же движение, похоже на «Евадо семей», у которого известны цели, которые были озвучены в политической платформе. И я хочу сказать, что именно эти принципы, они объединяют все демократические силы Казахстана. И они же объединили все демократические силы Казахстана 19 января, когда было совместное совещание. Я хочу коротко их осветить, чтобы было понятно. Если в 89-м году была простая и ясная цель, которая была наиболее острая на тот момент, это закрытие ядерного полигона, то сейчас уже наше общество находится в более качественном состоянии. И, например, такие проблемы, я хотел бы сказать, которые мы должны решать. Это выборы Акимов всех уровней, независимость судебной системы, независимость средств массовой информации, независимость избирательной системы. Мы говорим о том, что власть оторвалась от народа. И это выражается в том, что на всех уровнях, все уровни Акимов, они фактически не смотрят на народ, не слушают народ, а это потому, что их народ не избирает. И эта проблема касается всех, и коммунистов, и поколенцев, и Народный конгресс Казахстана, наконец, Азамат. Это все партии. Именно поэтому вот эта цель, скажем, является целью всех, кто находится в этом зале и объединены в полицовете. Независимость судебной системы, тоже понятно. Многие из вас, наверное, страдают от нашей судебной системы. И только тогда, когда она будет зависеть не от прямого, кто-то назначает, а от людей, которые выбирают, тогда мы, наверное, можем быть уверены в завтрашнем дне. Это тоже нас объединяет. Независимость средств массовой информации. Здесь тоже было очень много выступлений. Здесь тоже все понятно. Избирательная система независимости. Избирательная система. Это позволяет нам избрать реальных депутатов, независимых депутатов, которые будут отражать наше мнение и защищать наши интересы. Вот простые вещи, которые всех нас объединяет, независимо от того, каких взглядов мы придерживаемся. Абсолютно любых взглядов мы, наверное, придерживаемся, но это базовые вещи. Когда мы эти принципы реализуем, для этого мы все объединились здесь, тогда, наверное, мы можем говорить, что мы можем свободно изъявлять свое мнение, свободно собираться. Я вот просто хотел бы сказать, что сегодняшняя конференция состоялась здесь, и организаторы знали всего буквально два человека за полчаса, что это будет именно здесь. Потому что мы знали, что будет выключать свет, здесь будет нам мешать и так далее. О какой мы демократии, свободе говорим, о какой дальнейшей партийной партии мы можем говорить, если не решаются такие простые вещи. Сначала мы должны добиться гражданских свобод, чтобы затем свободно выражать свои взгляды, те или иные, или другие. Так вот, я что хочу сказать. Некоторые члены движения ДВК, они создали партию «Акжел». У них, наверное, будет опубликована платформа, они обещают ее опубликовать 6 марта. Я хочу сказать, что на ваших глазах происходит сегодня процесс объединения разных сил, когда различные партии вступают в ДВК, становятся членами полицовета. И они, при том всем, являются членами партии и членами ДВК. И мы не возражаем, чтобы внутри ДВК присутствовали разные партии, создавались разные партии. И мне кажется, к этому нужно относиться нормально. Я хочу сказать, что эти люди, эти граждане, которые заявили о своей позиции в ноябре, они выполнили свой большой гражданский долг. Они потеряли свои рабочие места, были министрами, вице-примерами. И я прошу присутствию здесь не делить на белых и черных, на красных, зеленых. Все, наверное, не так все однозначно, черное и белое, все сложнее. И это тот факт, что мы сегодня сидим в этом зале, совершенно разными взглядами говорит об этом. Вот это моя позиция. И поэтому я хочу пожелать им, организаторам партии «Акжел», чтобы те программные цели, которые они наметили, они реализовывали. Я считаю их союзниками, стратегическими союзниками. Вопрос тактики. Кто-то острее двигается, более радикально скажем, кто-то менее радикально. Но самое главное, я считаю, они свой выбор сделали. Спасибо.